Обследование на новом аппарате занимает считанные минуты. Обычно, чтобы обнаружить онкологию, медики используют УЗИ, рентген, компьютерную томографию. Однако не все эти методы достаточно точные и безопасные для пациентов. Чтобы повысить эффективность диагностики, ученые медицинского и Самарского университетов совместно со специалистами онкоцентра разработали уникальную установку. Новый прибор в первую очередь предусмотрен для обследования здоровых людей, чтобы выявлять заболевание на самой ранней стадии. Внимание заслуживает даже вот такая маленькая розинка. Исследование абсолютно безопасно, неинвазивно и проводится достаточно быстро. Возможно его массовое применение. Неинвазивно, значит без внедрения в организм. Рак кожи один из самых часто встречающихся. Если у пациента взять образец ткани, болезнь может начать стремительно прогрессировать. Суть метода заключается в том, что врач снимает проблемную область на гиперспектральную камеру. Данные поступают на компьютер. Результат система выдает через 10-20 минут. Нам удалось получить своего рода маску, которая показывает суть новообразования. Оказывается, в нем достаточно активное существо электроснабжения, достаточно интенсивно накапливается меланин. Что с 95% точностью может свидетельствовать о наличии меланома кожи на предоперационном этапе. Это ценнейшая информация для правильного лечения следующего. Отличие гиперспектральной камеры от обычной в том, что она видит не только красный, синий и зеленый, а более тысячи цветов. Спектры накладываются друг на друга и зараженную раковыми клетками область становится сразу видно на экране. Больные клетки от здоровых отличаются по цвету. Каждая клетка, она на самом деле имеет свой набор веществ химических. Каждое вещество имеет свой спектр. Чтобы проводить анализ, то есть дифференциацию, измененная это онкологическая или неонкологическая клетка, на самом деле надо сравнивать вот эти вот разницы в спектральных характеристиках. Основным является снятие не в одной точке, а во многих. Проводятся исследования и при наобразованиях легких. И вот сейчас Валерий Павлович проводит такую титаническую работу по возможности доведения источников, которые аппаратура позволяет нам получать, уже к внутренним органам. Но это будущее, которое, я надеюсь, будет реализовано. Сейчас уникальный прибор, а точнее его прототип, проходят клинические испытания. На нем диагностируют только пациенты фонкоцентра. Создать установку, которую сможет себе позволить любая районная поликлиника, планируют не раньше, чем через два года. Цена, обещают, будет доступной. Прибор собран из отечественных материалов. Алина Чемерис, Константин Головин. События.